Памера не дичь, а вот эту часть. Нет. Давайте, Артем, иди сюда. Или Ира, иди сюда. Это ненадолго? Ира, иди сюда. Вот вы туда ближе садитесь. Артем, иди сюда. Ира, 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 иди сюда. Значит, замечательно. Значит, замечательно то, что это поле. То есть, выполнимые все арифметические операции. Все четыре. без выхода застрелиссер. Без выхода за пределы этой системы. Ну, если бы не пытаемся, конечно, делить наמה. Так, значит. Значит, давайте я сейчас проверю понимание, чему равно 3 разделить на 4 по модулю, ну, например, 7. 3 разделить на 4 по модулю 7. Да, вы это сделали быстрее меня, пока я перебирал. Так, прекрасно, да? То есть, в чем суть? В том, что 6 и 4 равно 3. Дает тот же остаток при делении на 7, да? Что и 3. Равно, значит, дает тот же. Ну, как бы равно. В данном случае просто остаток равен 3, но если бы здесь было какое-то большое число, мы писали бы все равно равенство. То есть, мы в этой алифметике, мы просто склеиваем, да, все числа, которые дают один и тот же остаток. Все числа такие превращаются в одно число. И таким образом все вообще целые числа превращаются всего лишь в P-вариантов. И внутри этих, вот внутри капусток мы склеили, да, мы уже совершенно четко говорим, что да, это вот тот остаток, который при умножении на это дает исходное. Так, значит, теперь давайте вспомним, на каком важном факте базируется то, что всегда можно разделить. Вот у меня есть здесь какие-то два остаточка, A и B. Я пытаюсь разделить. Ну, давайте я скажу, что на самом деле, так как разделить это умножить на обратное, да, то нам нужно просто брать обратное умеет для каждого из остатков. И тогда мы сможем делить так же, как умножать. Значит, на каком важном факте базируется вот эта вот возможность взять обратный внутри той же системы? Китайская теорема об остатках. Ну, может быть, она... Я пытаюсь понять, в каком смысле. Я намекал на немножко другой факт. Ну, ладно, давайте посмотрим. Может быть, она имеет отношение к делу. Значит, давайте, вот если 1 разделить на B равно какому-то C. Что это значит? Что B умножить на C, да, равно? 1. 1. 1, да, по модулю P. А что значит, что равно 1 по модулю P? Что это значит? Минус P, значит, Pc минус P умножить, ну, нога, равно 1. Вот. И здесь нам, как сказать, нам даны B и P, и мы ищем C такое. Правильно? Но, когда нам даны B и P, и мы ищем C и K, это называется уравнение диафанта. Правда? И если они взаимно простые, то мы уверены в том, что решение есть. И даже, наверное, умеем это находить, знаете, с помощью цепных дробей. Быстренько так. Та-да-да-да-да-да-да. Знаете, мне там цепными дробями находить. Давайте я расскажу, как быстро-быстро, да, решать вот с помощью цепных дробей, мгновенно уравнение диафанта решать. Сейчас расскажу, а вы потом поймете, почему так всегда работает. Но это будет небольшое совсем отступление. Ну, вот, например, у меня пусть простое число P, ну, хотелось бы, не очень маленькое, 67, нормально, годится, да? Вот. И остаток B, допустим, я взял, ну, какой хотите, чтобы что-то неочевидное было. 13 неочевидное будет? 65, 67, неочевидное вроде бы, да? Ну вот, так, что я делаю? Я пишу 67 разделить на 13, равно 5 плюс 2 разделить на 13, то есть плюс 1 разделить на 13 вторых. А 13 вторых это сколько? 6 и 1 вторая, да? Вот этот объект называется цепная дробь. И чтобы решить уравнение диафанта, я вот это удаляю и пишу примерное равенство. Последний этаж удаляется. Удаляется. Я рассказывал, в Сириусе, там, меня собрали биологов с медицинским уклоном. Я им рассказал пуститные дроби, я сказал, ампутируем нижний этаж. И они очень, это было бы большое оживление. Они с трудом до этого понимали, а как я сказал, ампутируем, сразу стало все проще, понятно? Вот, ампутируем. Значит, 5 плюс 1,6 это что? В виде дроби. 300 и 1,6. Ну и вот, собственно, утверждение стоит в том, что это как раз они. 67,13 примерно равно 31,6, то есть 67 на 6 минус 13 на 31 равно плюс минус 1. Ну, дальше проще всего, это просто по последней цифре понять, плюс или минус. Что в данном случае? Почему? А, да, минус, конечно, что я говорю. Да, значит, 13 на 31 минус 67 на 6 равно 1, и все. Это означает, что 13 на 31 равно 1 по модулю 67, то есть 1,13 мы превосходно нашли, и она равна 31. Ну, это же как интересно. 1,13 получилась 13 наоборот. Ну, это какой-то, я думаю, что это артефакт, да? Это просто такой утренний подарок. Ну вот, в общем, всегда можно разделить, всегда можно найти такие C и K, ну и K нас не очень интересует, в результате мы получаем вот это C, и оно сравнимо соединится по модулю P, оказывается, и все. Мы нашли обратный, после чего мы умеем делить. Вот, соответственно, вот она система, которую можно делить, умножать, слабо, почитать, все по обычным совершенно правилам, с обычным раскрыванием скобок. Иными словами, это поле, да. Если кто-то знает, что это поле, да, это просто поле. Так, значит, какой еще нам важный понадобится факт в связи с тем, что это поле. Вот про поле, что-то верно, что вот про другие системы неверно, или может быть неверно. Что-то связанное с проведением объекта под названием многочлен. Ну, многочлены вы знаете, да, как таковы это выражение. А0 плюс А1х плюс так далее, плюс АНхвен, да. Вот я хочу рассмотреть многочлен, который будет иметь коэффициенты из вот этой вот системы. Можно я ее назову по-научному? Это немножко странно выглядит, но я хочу назвать по-научному. Хорошо? По-научному это поле называется Z разделить на PZ. Есть научный принцип факторизации. Я просто не очень хочу грузить слишком многим математическими как бы этими самыми абстрактными конструкциями. Потому что в целом сегодняшняя наша с вами встреча будет совершенно конкретной, отдельно конкретной. Мы берем какое-то P и начинаем там работать. Но, в общем, вот это обозначение, оно не случайное. П, именно так в книжках по математике обозначают вот эти вот поля. Конечные на просто остатков, ну, конкретно поля остатков отделения на P. Вот. И, соответственно, я хочу рассматривать многочлены с коэффициентами именно отсюда. Ну, вы меня спросите, а чем это отличается просто от того, что я беру целые коэффициенты? Ну, ответ такой, почти ничем. Но все-таки по модулю 7, например, многочлен 7х кубия минус 12х плюс, например, 3, да? Вот этот многочлен, да? Он, на самом деле, не степени 3, правда? И вообще он равен чему, если написать вот внутри этой системы? 2х плюс 3, да? То есть это, на самом деле, тот же самый многочлен по модулю 7. То есть разница в том, что мы не различаем многочлены, которые друг из друга получены с двигом коэффициентов по модулю П, с сохранением остатка. И почему это важно? Потому что мы корни многочленов и значения многочленов тоже рассматриваем только по модулю П. То есть мы можем взять и подставить в этот многочлен любое целое число. Если на выходе получается ночь, то это круто. Ну, наверное, это будет редко. Но иногда будет получаться число, делящееся на П. Тогда мы будем объявлять, что это ноль. То есть мы корнем многочлена, рассматриваем его над конечным полем, мы корнем называем такое целое число, что при подстановке получается ноль по модулю П, то есть число, делящееся на П. Понятно, что неважно, какой именно экземпляр такого многочлена взять. Если я коэффициенты сдвинул по модулю П, перешел к тем же по модулю П, то значение тоже сдвинулось по модулю П. В принципе, это лема, это упражнение. Ну, я думаю, что каждый из вас его сможет сделать, да, из такого упражнения, что если я заменил многочлен на такой, при котором коэффициенты уехали на кратный П, то при постановке любого целого числа в один и во второй многочлен получится число, отличающееся на кратное П. И поэтому, когда мы говорим, что многочлен рассматривается только по модулю П, и все его значения, в том числе корни, тоже только по модулю П, мы всегда имеем в виду это. Что мы сразу же приводим и значения внутрь вот этого ряда, и если мы привели значение к нулю, то значит это корень. Ну и вместе, естественно, с корнем, например, 1, корнем будет П плюс 1, 2П плюс 1, 1 минус П, 1 минус 2П и весь ряд вот этих вот склеенных чисел. То есть корнями служат именно остатки. Вот это вот надо понять. Это на самом деле, сейчас вы это, если кто первый раз это слышал, ну, кто, давайте поднимем руки, кто первый раз приступает к работе с многочленными, с коэффициентами именно из вот этих конечных систем. Ну, в целом, да. Если бы сейчас было мало рук, то я бы мог предположить, что теорему, которую я собираюсь доказывать, знают почти все. И так, вместе с доказательством. Слушайте, а можно проведу эксперимент? Поднимите честно руки тех, кто знает эту теорему вместе с доказательством. Ну ладно, для вас будет дорого повторения, да, ничего страшного? Тем более я планирую два доказательства дать. Вот, ну хорошо, значит, смотрите, к этому надо привыкнуть это с вами теперь навсегда. Вот вы сейчас закончите школу. Дальше я сейчас на камеру обязательно скажу, что вы сделаете, чтобы Андрей Михайлович Ягородский знал, что я не зря сюда съездил. Дальше вы поступите на физтех. Вот, значит, все, я сделал то, что самое важное надо было сделать. Я ему отчитаю, что я провел агитацию. Вот, значит, и дальше вы будете, значит, математические курсы изучать. Ну так, по секрету, не на камеру, если даже вы не на физтех, думаете, поставьте, там все равно на вас свалится все вот это. То есть везде, куда бы вы ни пошли, если вы будете заниматься серьезной математикой, настоящей, вы всю оставшуюся жизнь там будете очень часто возвращаться к многочленам к модулю В. То есть перебирать наследие Гаусса, грубо говоря, Эйлера и Ферман. В первую очередь это Гаусс, последний действительно магикан. Так вот, так что давайте к этому привыкать и сформулируем теорему, которая, наверное, звучит очевидно, но вот как ни странно требует, чтобы система была полем. Теорема многочлен f от x имеет меньше или равно дег f корней. Вы эту теорему узнаете из обычной математики, но там и степень обычная, и многочлен обычный, да, все обычное. А здесь степень не обычная, здесь степень, например, 1. Да, хоть я и написал 7x к скобе, но по модуле 7 многочлен имеет степень 1. Степень это самый старший, ненулевой по модулю p коэффициент. Ну, не самый старший, а та степень x, при которой самая старшая с ненулевым коэффициентом. И тем не менее остается верной эта теорема, где корни имеется в виду, конечно, различные остатки, потому что если хоть один корень есть, то будет бесконечное количество корней, которые отличаются от него на кратное p, что нам не интересно. То есть мы считаем только корень конкретный из этого ряда. И тем не менее продолжает быть верной эта теорема. Почему это не очевидно? Ну, потому что, например, при многочлене x квадрат минус 1 по модулю 8 имеет 4 корня. Просто чтобы вы понимали. По модулю 8 любое нечетное число в квадрате это единица. Обычно в задачках всяких олимпиадных всплывает, что если x нечетное, то квадрат имеет остаток 1 определение на 4. Но я вам по секрету скажу, что и на 8 тоже. Впрочем, вы, конечно, знаете. То есть если нечетное число возвести в квадрат, то будет единица по модулю 8 всегда. А вот с счетом там к другому. Там бывает 0 и 4. Так вот, раз будет всегда единица по модулю 8, то x квадрат минус 1 будет обнуляться при остатке 1, при остатке 3, при остатке 7, при остатке 5 и при остатке 7. То есть 4 раза. И поэтому не работает. Ломается. Доказательство ломается, как только это не поле. Между прочим, я советую очень разобраться, где ломается доказательство. Вот, смотрите, например, теорема безу. Ломается она или нет? Она не ломается, она верна в любой системе остатков. Теорема безу это просто аккуратное деление с остатком на x минус там что-то, да? Вот я беру и делю на x минус b, да? Ну и у меня нет никакой проблемы здесь сейчас получить результат, да? У меня, я просто снижаю степень x, у меня нигде нет деления, ну как бы, коэффициентов на коэффициенты. Поэтому здесь возникнет какой-то многочлен, вот постепенно при делении, возникнет многочлен предыдущей, естественно, степени. Так, будет написано равно а n x в n минус 1 плюс т-д-д-д-д умножить на x минус b плюс какая-то константа. Потому что деление возможно до сих пор пока хоть x в какой-нибудь положительной степени. Как только мы завершили, осталось x в любой степени, то есть константа. И поэтому теорема безуверна в любой системе остатков, в том числе и, по-моему, для 8. И тогда, значит, давайте дальше смотреть, что же дальше ломается. Подставляем, что? x равно b, да, правда? Подставляем x равно b и получаем следствием, что b корень f, пусть это я, тогда и только тогда, когда x минус b делит f, правда? То есть подставляем x равно b, здесь a, а здесь f от b. f от b сравним с a по модулю данного, который мы рассматриваем, p, или если это непростое, то все равно все то же самое, потому что 0 на что-то все равно 0 в любой системе. Так, значит, смотрите, вот это тоже верно, по модулю непростых. Так-то разве не в одну сторону верно? Нет. Ну, в смысле, как в одну? Я, как это сказать, я, ну, вот в эту сторону это верно. То есть, все равно пока верно, что b корень, тогда это тогда, когда x минус b делит f. Так, что же тогда происходит? Ну, вот x квадрат минус 1, да? Получается, что вот один корень, значит, делит, да? Ну, делит. Правда это? По модулю 8, правда? Очевидно, правда, да? Там в середине будет x минус, минус x минус 7x, да? Это минус 8x, то есть плюс 7, это тоже минус 1x. Так, но ведь, Рита, тут тоже корень. Значит, вот это же тоже правда. Что же ломается? У нас число может быть не в одном, тем не менее, ну, ручья может быть. Ну, то есть мы сюда можем подставить другое число, ладно? У нас из-за того, что это непросто, это может быть. Именно это и ломается. Подставим 3. 3 минус 1, двойка, не 0. 3 минус 7, четверка, тоже не 0. А дважды 4, 0. Вот что ломается. Делители нуля ломаются. В поле нет делителей нуля, в поле не может быть этот эффект. Если вы в такое разложение подставите ни 1 и ни 7, то в поле 0 никогда не получится. И при делении на p простое, у вас это замечательная теорема, что произведение двух чисел, которое не делится на p, не может делиться на p. Правда? А для не поля ломается, потому что произведение 2х4 равно 0. По модулю 8, пожалуйста, не второе. То есть это верно, это верно, а корни у него 4. Но что неверно? Что x4 минус 1 равен p на это, на это, на это. Это уже не верно. Но тем не менее, если p простое, то понятно, что у нас можно продолжать дальше. продолжаем, значит, f равно x минус b умножить на g, какой-то там многочлен, да? И по модулю p, если у f есть какой-то корень отличный от b, то он наследуется многочленом g. И вот это как раз ломается не в поле. А в поле не ломается. Поэтому, если у меня кроме b есть какое-то количество корней у многочленов f, то они все, остальные, кроме b, будут корнями у многочленов g. Снизили степень на единицу, убавили количество корней на единицу. Отлично, продолжаем. Снизили степень на двойку, убавили количество корней на двойку. Да? Понимаете, да, что я делаю? Каждый раз я пользуюсь теремой безу, только каждый раз для нового многочлена. Если у f есть еще какие-то кроме этих двух, возьмем b3, здесь 0, здесь и здесь будут не нули, и, значит, 0 должен быть здесь. Потому что произведение не делишь, если на p не будет делиться на p, значит, это должен делиться на p. Соответственно, корень у него, опять терема безу, выделяется множитель. Ну и вот мы снижаем. Ну, либо в какой-то момент вот у этого многочлена корней больше нет. Это возможно. То есть то, что корней будет меньше, чем степень, это возможно. Но, по крайней мере, точно, что никак не позже степени. То есть вот когда у нас n-ая степень, после снижения, значит, f, да, равно, а n на x минус b1, если уж мы прям дошли до конца и все эти n корней были, да, то вот на этом уже никаких новых корней появиться не может, потому что при подстановке числа отличного от этих n чисел, остатка, да, отличного от них, получится выражение, которое равно произведению не нулевых по модулю b. И, значит, оно не равно нулевых. Тем самым мы спасли вот эту теорему по модулю b. Солнце ушло, может, свет зажжен? Как думаете? Так. Ага, вот, отлично. Ну что, это вводные вещи. Будем собирать урожай? Поехали. Значит, итак, теорема про корни многочленов верна, и это самое важное. Многочлен имеет количество корней, превосходящее его степень. Теперь один из… Сейчас я малую теорема Ферма сформулирую и одним из методов докажу, потому что он мне пригодится дальше при переходе к первообразному корню. Так, что же такое малая теорема Ферма? Она утверждает, что по модулю b… Продолжайте. А. По этой. По этой. Да, всегда. Вот. Ну или что то же самое. А в b минус 1 сравнимо с единицей по модулю b. При а не делится на b. b простое. Понятно, что обе стороны, да, очень легко перевести. В одну сторону сократить на а, если а не делится на b. В другую сторону домножить на а и заметить, что при а равно нулю, это очевидно. В общем, я же. И здесь просто две разные формулировки. Мало теряем Ферма. Рассмотрим вот эту формулировку. Так, понятно? Не очень быстро? Рассмотрим эту формулировку. Сейчас будут такие системные, циклические системы. Вот берем, например, модуль 7, чтобы просто увидеть, как это происходит. Вот у меня 1, 2, 3, 4, 5, 6. Беру двойку и возвожу ее в квадрат. Получается четверка, да? Возвожу ее в куб. То есть домножаю снова на 2. Что вышло? Один. Все. Значит, 1 умножить на 2, 2 умножить на 2, 2 и 4 умножить на 2. Вот. У меня получился такой цикл из трех. И в него не все вошли, да? Тройка не вошла. Так. Тройку умножаем на двойку. Получается что? 6. 6 умножаем на двойку. 5. 5 умножаем на двойку. Я рисую модуль 7, а вот это вот A равно 2. Я рисую диаграмму для остатка A равно 2. То есть пока мы зафиксировали A равно 2. Значит, взяли двойку, она прошла вот такой цикл. 1, 2, 4. Ну, или можно сказать, взяли единицу, да? Она прошла такой цикл. Взяли тройку, она при умножении на 2 прошла вот такой цикл. Так, вот такая получилась картинка. Циклы получились одинаковой длины. И не пересекаются они, да? А если я напишу мод 7, но A равно 3, что у меня выйдет? Ну-ка, давайте посмотрим, что у меня выйдет. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 3. Дальше. 2, 6, 4, 5, 5. 1 цикл, он длины 6. Значит, первообразным корнем называется такой остаток, который пренапрождает один цикл. Я уже могу дать определение. То есть первообразным корнем по модулю B называется такой остаток, что его степени перебирают все ненолевые остатки. По модулю 7 мы уже доказали теорему существования первообразного корня. Конкретно мы просто его привели после тронечка. Осталось дело за малым. Доказать по модулю B я любого. Так, давайте соберем некоторый урожай. Значит, теорема, но прежде определение. Для любого простого P, для любого A, не делящегося на P, то есть ненолевого остатка, Ордер А, ну и если я конкретно хочу указать по какому модулю, то пишу вот так. Это длина цикла. Длина цикла. То есть минимальная L такое, что 1, А, и так далее, АВ минус первый. Так, что 1, А, и так далее, АВ минус первый. Все разные. АВ это равно 1. Ну, по модулю B. Все разные по модулю B. Вот. Значит, я даю такое определение. То есть мы берем любое простое число. Больше двойки. И любой остаток, не нулевый. Я хочу ввести понятие порядка остатка. Называется Орд. Ну, в смысле, называется порядок, это означает Орд. Остатка по модулю B. Для этого я рисую вот эту вот схему. И смотрю, в какой момент произошло зацикливание и как оно могло произойти. Ну, вообще, если вот абстрагироваться от системы остатков, да, по модулю P. Или, например, рассмотреть систему остатков по модулю непростого числа. Ну, тут могут быть самые разные варианты. И, в частности, в принципе, может быть вот так как-то, да. То есть при походе по этому циклу какое-то время будут все различные. А потом раз и куда. Ну, все равно, конечно же, система. Знаешь, куда-то придет. Ну, вот я утверждаю, что вот такая система никак не может случиться. Ну, да, то есть смотрите, что это значит. Что это значит? Что 1 входит в A и A в кубе входит в A, да? То есть 1 умножить на A равно A, и A в кубе умножить на A равно A. Все это по модулю P. Ну, по модулю P можно сокращать. Главный принцип, да, что если AX сравнимо с AY по модулю P, то X сравним с Y по модулю P. Ну, главный принцип сокращения. Почему? Потому что это означает, что разность A на AX минус Y делится на P. Ну и все, да? Да, если A не делится на P, и при этом AX сравним с AY по модулю P, то тогда X сравним с Y по модулю P. То есть на ненулевые можно сокращать. В самом деле, вот это означает вот это. А ненулевое, значит, нулем должно быть второе. То есть вот это должно делиться на P. Принцип сокращения позволяет нам здесь привести все к тому, что на самом деле 1, вот здесь вот, A в кубе, да, сравнимо с единицей по модулю P. Вот. То есть на самом деле мы не сюда пришли, а сюда. Вот это уже не было никакой, и мы уже пришли сюда. То есть когда произошло какое-то первое совпадение, оно обязательно произошло с переходом в единицу. Вот. И из этого следует, что это определение, ну как бы сказать, корректно. То есть как всегда и будет. Мы берем любой остаток, и у него будет, с ним может происходить следующее, и всегда будет происходить следующее. Он будет какое-то время меняться, будут новые все новые и новые, и в конце концов, после L шагов, где L как раз, и мы называем его порядком, он уйдет обратно в единицу. И дальше будет крутиться по кругу. Правда? То есть в дальнейшем умножении на A будет запускать этот остаток уже по проторенным рейсам. Он будет прокладывать дальше лыжню. Я это называю, прокладывать лыжню. Вот я вышел на лыжню. Вначале я прокладываю по снегу. Средину. А потом начинаю ходить по кругу и уже прокладывать лыжню. Вот так же он будет прокладывать дальше лыжню. Так. Значит, соответственно, корректным образом определено для каждого A. Контрольный вопрос. Какой порядок? У остатка равного 1. 1. Контрольный вопрос номер 2. Какой порядок у остатка P минус 1 или минус единица? 2. 2. Правильно. Минус 1 и сразу же. Ты-ды, 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 ты-ды. Так, хорошо. Здесь, соответственно, порядок у двойки тройка. Порядок у тройки шестерка. Значит, другое определение первообразного корня, стоит то, что порядок элемента равен P минус 1. То же самое. Переформулировка. Раз все покрываются недолевые остатки, то это просто означает, что порядок равен P минус 1. Пока все не покрыли, в единице не вернуется. Супер. Теперь дальше идем. А дальше мы делаем следующее. Вот если это все-таки не первообразный корень, то есть если A меньше, чем P минус 1, тогда значит, ну как вот тут было. Ну тогда значит какие-то непокрытые остатки еще есть, да? Пусть это B. Давайте B умножим на A. Потом еще раз на A. Еще раз на A. Что может произойти? Да, значит первая идея. Мы не можем попасть в точку, которая уже попала. Попасть вот в одну из этих точек, потому что иначе опять в одну точку будут вести две стрелки. Это ровно то, что не может быть в силу вот этого. Но точка не ведут две стрелки. Значит сюда не попадем, и сюда тоже не попадем, потому что тоже в одну точку будут вести две стрелки. А значит обязательно придем в B. Так, теперь вопрос номер два. Может ли быть, что мы раньше придем в B или позже? Нет, так же через A. Так же через A. Потому что если бы мы раньше пришли, это бы означало, что B равно B умножить на A в степени T, где T меньше A. В силу принципа сокращения, это бы означало, что A должно прийти через T, а не через A. Правильно? А то, что через N придет в B, очевидно совершенно, потому что A в степени равно единице, и значит про умножение на A в степени B дает B. Итак, получается замечательная картина. При L меньше B минус 1. Это значит, что мы тиражируем вторую такую же лыжню, такой же длины. Знаете, бывает круг 5 километров, а еще один будет 5 километров. А рядом круг 10 километров. Это первообразный корень. Ну вот круги по 5 километров мы тиражируем. Может быть еще не все остатки перебрали. Тогда мы переходим к еще одному непокрытому остатку. Понятно уже, наверное, не надо дальше как-то сильно долго вот это все объяснять, что тут тоже будет круг и ровно длинные лыжи. Правда? Мы опять вернем сюда и протиражируем эти вот колечки. Пока что не произойдет? Не кончатся остатки. Когда кончились остатки, мы констатировали, что все P минус 1 остатков разбиты на равные по длине круги. По модулю. А теперь свойства ОРТ. Свойства вот этой операции ОРТ, которую мы ввели. Значит, свойства. Первое свойство. И оно сейчас нам как раз пригодится, но я еще несколько сформулировал. Первое свойство такое. Значит, А в степени Н сравнимо с единицей по модулю П, тогда и только тогда продолжайте. В первыхах Н. Так, прекрасно. Ну, это, наверное, понятно из вот этой вот метафоры лыжи. То есть мы бегаем, на эльтый шаг мы придем в единицу. Побежали дальше, но ровно нужно еще ль пройти, чтобы попасть в единицу. Раньше не попадем. Потом еще ль, снова в единицу. То есть на эльтый, на два эльтый, на три эльтый. Минус 1, это понятно, что в ль минус 1 как раз это А минус 1, да? Промножение надо, это единица. То есть минус 1, минус 2 и так далее, минус 1 и так далее, минус 2 и так далее. То есть это теорема для целых Н, не только для натуральных. Ровно по кратным ордах мы будем попадать в единицу, а по некратным попадать не будем. Это важно, да? Прекрасно. Эту первую сейчас я применю, чтобы добить малых терминферма. Ну, наверное, уже все, да? Все уже видят, да, что если это следует малых терминферма. Но я хочу сравнивать еще несколько важных, по крайней мере, два важных свойства. А свойство такое. Орд А в степени М не превосходит, я тут должен был бы на ГС отделить, но это потом, наверное, не превосходит орд А. Давайте пока не превосходит. Объясните мне почему. Потому что через ль шагов мы точно попадем. А в степени М в степени Эль, да? А в степени М, да еще в степени Эль. Это ведь то же самое, что в начале в степени Эль, а потом в степени Эль, да? А это уже единица. То есть мы совершенно гарантированно через Эль шагов попадаем, а значит, поведут не больше. Желающие могут сами понять, что орд А в степени М делит орд А. А не просто это самое. Ну, кстати, да, из первого, наверное, следует. Потому что... А тут что доказывать? Следует, естественно, да? Потому что... Раз в степени Эль, то есть в степени орд А, вот это число дает единицу, а значит, по первому условию орд А делится на орд А в степени М. Да. Даже... Когда-то я напишу. Даже орд А в степени М делит орд А. Отлично. Очень хорошее свойство. Очень важное. Третье свойство. Внимание. Внимание. Свойство выглядит так. Если орд А равен К1 умножить на К2, то есть можно разложить на множители порядок элемента каким-то образом, то орд А в степени К1... Продолжайте. Правильно. Равен К2. И наоборот. Вот это надо осознать. Это будет использоваться при доказательстве существования первообразного модуля. Смотрите. Если я возвел А в контролируемую некоторую степень, в степень, которая сама является делителем длины вот этого круга, да, делителем, то тогда мы точно знаем, какой орд не меньше, там, не делит, а точно равен вот этому орду, деленному на К1. Ну, из вот этой картинки должно быть очевидно. Мы просто, ну, как бы, проходим, как сказать, да, проходим по определенным этапам. Мы как-то на лыжах скачем через этапы. Вот так вот. Несколько раз проскакали и вернулись. Так как дели, то вернемся. То есть прошли через... Например, если порядок был равен 12, да, мы его взяли в куб. Тогда что происходит? 1, А в кубе, А в шестой, А в девятой и А в двенадцатой. То есть четыре раза. Поэтому орд А в кубе равен 4. Если орд А равен 12. Ну и четвертое свойство, это самое жесткое, оно сложное, и мы его докажем чуть позже. Оно пригодится тоже, но тем не менее. Так. Значит, если орд А и орд Б взаимно просты, то орд А умножить на Б, как вы думаете? Вот там уж можно. Ага. Точнее. И это неверно для невзаимно простых. Не всегда. Правильно, да? Да. Вот, если честно, там, по-моему, даже это не совсем так. Надо подумать. Там, по-моему, бывают какие-то совсем фокусы. Но, в общем, сейчас не скажу точно. Но, может быть, честно, может быть и да, может быть и нет. Надо подумать. Но, вот это верно, это мы будем доказывать. Это верно, это тоже будет нужно для одного из доказательств. Про первообазный корень. Итак, вот у нас четыре свойства. Три из них достаточно простые. Мы их уже доказали. И четвертое сложный факт. Ну, как сложный? Нет, я думаю, что здесь присутствуют победители Олимпиад, начиная со всероссийской, или хотя бы даже призеры. То это, конечно, на пять минут для них. но, в общем, все равно я это аккуратно докажу. То есть это как бы два таких аккуратных рассуждения по одной строчке каждая включающая одни идеи. Вот. Ну, не пять копеек. Ну, не знаю. Кто, реально, на самом деле, кто за пять минут это вот слоя докажет, это очень сильно. так, стираю. Набросил, да, на вентилятор? Сейчас бросятся все. Выяснять за пять минут кто-то докажет, кто нет. Так, могу ли я стереть эти красивые картинки? Или лучше стереть вот это? Мне нужно что-то стереть. Стираем многочлены или картинки? Можно. Можно. А, если многочлены. Пока нас вдохновляют. Так. Ну, собственно, малая теорема фирма следует из первого пункта сразу. Малая теорема фирма из пункта И следует, что значит, следует, что А в степени П-1 это А вельтой в степени количества колец. Правда? То есть, так как у меня кольца все одинаковой длины, и длины порядка А, то все множество ненулевых остатков разбивается в некоторое количество К, колец по Эль, и, соответственно, П-1 равно Эль умножить на К, а значит, А в П-1 это А вельтой вкаты, то есть, 1 вкаты, колец 1. Ну, или просто из пункта 1. Это просто значит, что П-1 делится на порядок, и значит, А в П-1 равно единице. Малая телевая фирма полностью доказана, она следует сразу из пункта 1. Видите, как мы разбили ее на несколько совершенно тривиальных утверждений, да, и вот эта цепочка тривиальных утверждений, может быть, высоты вложенности где-то 5, она сразу, очевидно, приводит к Малая телевая фирма. Тут же все понятно. Малая телевая фирма скрывается. Удивительно, что фирма ее так все-таки не доказала, вроде как, да, он ее оставил Эль. Но это потому, что осознание о арифметике проходило очень долго. Мы сейчас с вами каждый мат-класс, каждый мат-класс, каждой супершколы, да, проходит путь фирма Эйлера и Кауса. То есть он как бы упаковывается, вот этот путь упаковывается в программу вот эту спецматематики по теории делимости. Когда-то это доходило для людей долго и тяжело. До самых гениальных наших предков это доходило долго и тяжело. И вот это вот не удалось даже фирма. А у нас это несколько простых утверждений. Ну, потому что язык выбран правильный, понятно, что именно надо делать, надо все как бы переобозначить по модулю П, работать только по модулю П, перенести какие-то теоремы про то просел. И у нас малотераперма и здесь я просто очень много. Так. Значит, теперь мы приступаем к изучению первообразных корней. Для этого мы хотим вообще посмотреть, какие бывают порядки по модулю П. Какие встречаются порядки. Мы уже знаем, что для любого А недели еще 8 на П для любого ненулевого остатка орд А делит П-1. Это вот ровно малая теорема первая, ровно она. То есть, соответственно, порядки бывают только делителями числа П-1. Вопрос, все ли делители встречаются. Если мы знаем, что все встречаются, то мы доказали теорему о первообразном корне. Правда? Потому что один из делителей это само число повинно садит. Сейчас мы поизучаем, какие делители встречаются. Пусть D равно орд А по модулю П. Рассмотрим уравнение многочленов. х в степени D минус 1. Давайте попробуем найти его корни какие-нибудь. Но один корень мы уже нашли. Какой? Один. Хороший корень. А еще? А. А еще? А в квадрат, а в кубе, да? во всех степенях. СМ пункт 2. СМ пункт 2. Все А в степени М будучи возведены в степень орд А, то есть степень D, дает единицу. Дает ведь? Дает. Пишу. Имеет корни один А А А квадрат так далее А в дырминус первый. Что это значит? Все корни. Это все корни. Их D. Их ровно D. Они все разные в силу просто определения понятия порядка. Значит, мы, если у нас встречается какой-то порядок, то есть при каком-то делителе числа по минус один есть элемент этого порядка, то сразу же есть ровно D корней у такого уравнения. Что это значит? Это значит, что все элементы порядка D где живут? Вот здесь где-то. Потому что если бы был еще какой-то элемент степени D извините порядка D который не являлся бы степенью а то он был бы D плюс первым корнем этого уравнения потому что порядок элемента B равен D то есть он корень извините не положено не положено корней многочленной небольшой степени степень тут очевидно D потому что христиан равен единиц так стираю замечательную теорему которую только что воспользовался стираю ее так и можно здесь наверное тоже стирить тут информация уже лишняя все понятно здесь нам так и того а вот эти я стирать никак не собираюсь и того и того и того все элементы порядка D являются степенями какого-то одного элемента порядка D теперь тонкий вопрос а какие скепины имеют порядок D которые просто с D да молодец именно так так лема орден а в так тут было D ну давайте S а в S равен D тогда и только тогда когда лоб D и S равен 1 доказательство проведем его абсолютно формально в обе стороны в одну сторону будет просто в другую чуть сложнее доказательство пусть нод D и S равен лямбда какая-то больше единицы пусть они не взаимно простые я возвел а например вот как было в 12 степени взял в куб возвел да ну вот значит это самое да и восьмую степень возвел бы да 8 и 12 невзаимно простые какую-то такую степень возвел тогда я просто показываю в какой момент уже будет единица да я утверждаю что а вестой в степени д делить на лямбда уже будет равно единице что такое а вестой в степени д делить на лямбда заметьте д делить на лямбда это целое число потому что лямбда это общий делитель д и с значит соответственно так написать можно но тогда я могу что это с д делить на лямбда да но это то же самое что д а потом с делить на лямбда потому что опять же с тоже делится на лямбда да я могу так написать правильно ну и что и что и все а в д это уже единица 1 степени с на лямбда равно 1 то есть раньше раньше то есть он а вестой меньше и равен или 9 9 д 9 на лямбда в одну сторону доказали правильно но если кому может я не знаю могу обидно сказать слова но если кому-то все-таки трудновато так абстрактно то например в случае когда порядок 12 что такое восьмой давайте его введем в шестую степень 12 это все равно что а в 12 и в 4 и все вот пожалуйста а в 8 и в 6 равно а в 12 и в 4 то есть 1 и в 4 то есть 1 я вас оскорбил таким разъяснением дальнейшим но зато уже все должно быть понятно если наибольший делитель общий больше единицы если он есть то мы спокойно его используем чтобы убедиться что зацикливание произойдет раньше то есть порядок равен не для порядок меньше так а в другой стороны что сделаем пусть теперь наоборот нот такая классная теорема которую доказывают в обе стороны безо всякого противного она доказывается прямо в лоб вот если у вас нот больше единицы то в такой-то маленькой степени уже единица а если равен единица посмотрите и вот так и так пусть нот единица тогда что нам говорит основное уравнение диафанта правда опять к нему приходим мы с него начинали когда искали обращение по модулю п значит соответственно для д и с существуют м и n такие что d умножить на mt кратность d прибавить nt кратность s равно 1 да существует прекрасно тогда что бы вы думали а в степени s в степени n как вы думаете чему же она равна давайте посмотрим я могу написать это а в степени s n а s n это что 1 минус dm да правда а в степени 1 это что а а а в степени минус dm это а в степени d в степени минус m что это 1 единица то есть это что а как сказал степенью 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 а значит по второму свойству да орд а равен орд да а в ст в энт не может превосходить орд а в ст вуаля вуаля понятно понятно видите как изящно орд а в энт и всегда меньше район орд а но в данном случае из-за уравнение диафанта а само равно n-т степенью а вестой значит его орд не может превосходить орд а вестой все тут никуда не денешься значит они одинаковые раз они не превосходят друг друга то есть орд а не превосходит орд а вестой как мы только что сказали но орд а вестой тоже не это уже круто на самом деле потому что мы на самом деле просто можем точно сказать точно указать на все поголовные элементы порядка d если один такой элемент существует мы точно указываем где они живут они живут вот здесь и точно указываем на этой улице они живут на этой улице адреса домов задаются вот этим условием что много равен и делиться указано улица указано так контрольный вопрос сколько их а вы знаете функции рада круто ну собственно кто не знает это просто количество взаимно простых меньших д называть фиады так сейчас мы с вами и так пусть д д д д д минус 1 тогда происходит такая альтернатива либо не существует а такого что д равен орд а ну так вообще говоря изначально могло откровить да могло да что не существует либо существует а такое что д равно орд а и тогда таких а будет фи вот G то есть что-же согласны прекрасно сколько всего остатков по модули п не 0 и и они все имеют порядке делителей априори может быть что для некоторых делителей бы минус 1 нет таких а для некоторых есть но уж если есть то их ровно фиаде для любого делителя числа поэтому и это что такое звонок нах-нах пока работаем получаем эти три поросенка у нас такие вся мы придумали очень гордились наше сертифицированное потом по всей москве ходила мы придумали в нашем классе так ладно так вот смотрите что сейчас будет происходить сейчас мы просуммируем по всем d делящим p минус 1 количество элементов порядка d и это то же самое что сумма по всем d делящим p минус 1 0 или фи от согласно с этим ровно то что мы сейчас сказали да и чего же это равно с 1 капитан очевидность грей чтобы это садим потому что это просто все остатки по модулю пони на любви согласны а теперь мы просуммируем по всем d делящим p минус 1 числа фиаде а вы знаете да а можно я его докажу я так люблю его доказывать давайте считать что не все знают да ему же оно равно давайте поставим здесь знак вопроса вот значит супер умные сейчас немножко поспят да а я докажу ладно согласны давайте докажем я стираю справа всего в принципе справа мне больше ничего не надо ну то есть я так понимаю вы давайте сейчас честно можете честно поднять руки кто уже понял но я все таки хочу сейчас все аккуратно довести до конца и так гаусс но теорема гаусса это как знаете я даже не знаю что сказать то есть теорема гаусса сотни поэтому так как теорема гаусс гаусса она звучит так для любого натурального и n ну я не знаю для единицы это странно было бы его писать поэтому можно было больше единицы но неважно и лениться она все равно верно сумма по d делить n фи от d равно и анусе вот так доказательство он пришел дерихле этому всему придал совершенно фантастический смысл если останется время может быть даже я расскажу похоже что останется не половина за мной машина приедет похоже что судя по нашей скорости время останется а он придал от им очень красивый вид так ну давайте пока значит доказательства сейчас я выпишу некоторые дроби 1 н 2 н 3 н и так далее н н сколько сократим все ну 1 н и очевидно так и останется в конце будет единица делить на 1 значит здесь для любого делителя если n равно 2 то в некотором месте возникает 1 разделить на д то есть для любого делителя здесь есть его личная вот дробь такая вот в данном случае для любого делителя точно есть такая а вот теперь я задаю некоторые совершенно очевидный вопрос сколько дробей со знаменателем d то есть сколько здесь дробей сколько дробей вида и делить на д они и только они до сократились до д в знаменателе просто потому что мы сократили а значит или надо и не сократимая значит или д не имеет общую девицу то есть или взаимно просто стоять и так как здесь все заведомо все меньше и равны единицы да то здесь не попадает больше игре но меньше для попадает естественно тоже все просто по перечислениям каждый каждая такая дробь пришла из дороги и и делить на н и все поэтому для любого есть именно простого цель была такая дробь в этом ряду которая превратилась выделить на 2 и никакие другие здесь не появились поэтому дробей со знаменателем d фи от d в общем теорема доказано да то есть мы n дробей разложили по полочкам каждая дробь попала в свою группу со знаменателем d в каждой группе фи от d дробей все группы не пустые потому что по крайней мере одна дета и существует всегда поэтому для любого делителя числа n ровно фи от d дробей в этом ряду а значит эта сумма равна и и следовательно следовательно вот эта сумма равна п-1 а теперь сравните вот эти два выражения сумма по всем делителям то есть у меня есть несколько чисел это делители да вот для каждого этого делителя есть какое-то число которое я суммирую и она всегда 0 или фи от этого d 0 или фи от d я просуммирую эти нули или фи от d и получил к минус 1 надо здесь да а теперь я взял и просуммировал фи от d в каждой группочке и тоже получил тоже получил минус 1 очевидно ведь что это означает что во всех группах написано фи от как только в одной из двух ноль мы уже получили меньше все теорема первообразном корне не смог доказать даже или если вот mtf доказал пейлер то теорема первообразном корне доказал пока гаусс медленно происходит продвижение в теорию делимости потому что собственно это и есть самый корень математики она вся сложность математики все точно здесь вот все мы доказали согласны первообразный корень существует потому что в последней группе а в той где идет делитель равных по минус 1 может фи от п минус 1 элемент порядка п минус 1 но фи от п минус 1 не равно нулево правда фи от п минус 1 содержит как минимум единиц а еще и по минус 2 тоже содержит при больших 3 при 3 ровно один первообразный корень в общем вот так первообразных корней за одно ровно фи от п минус 1 за одно еще и мы знаем сколько их при каждом бы это фи от п минус 1 вот дальше я вам советую посмотреть всякие руководство по rsa алгоритмов шифрования вы к этому полностью готовы ну мы не будем заниматься практикой сугубо теоретической встречи да поэтому я не буду переходить к тому как устроено это шифрование после этой лекции будет все всем очевидно то есть как бы там всегда пишут самая большая сложность это вот с остатками вот вы знаете вот тут вот это ну давайте если хотите вы в интернете напишите пропустите это так трудно что вы не поймете все равно вот выпустить это вот это ровно то о чем мы сейчас говорили да а все остальное будет очень легко так стираю и доказываю вторым методом первообразный корень существует доказательство номер два я все еще держу вот эту вот группу лиц вот эти четыре утверждения из которых последний напоминаю еще не доказано она мне в этом доказательстве не пригодилось а в следующем пригодится это доказательство она как бы ну она избыточна конечно как калмагоров калмагоров пришел на семинар истории выступил и ему сказали очень интересно замечать когда он что-то там доказал про древние тексты и ему сказали это все замечательно конечно но в истории нужно много доказательства но этого же факта что мы что факт верит и как писал калмагоров и я перешел в ту науку где для установления истины достаточно ровно одного и больше в историю не ходил но на самом деле я считаю что это в этом случае он не совсем прав потому что в математике я очень люблю рассказывать много доказательства они с разных сторон его освещают поэтому и в математике тоже полезно много итак давайте на некотором месте да вот остановимся того что у нас было мы пока знаем что порядок любого элемента 9-1 в этом месте мы приостановимся и разложим по и минус 1 на множители будет написано q1 степени альфа 1 q2 в степени альфа 2 далее qr степени альфа и каноническое разложение соответствия степени альфа 2 пусть 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 ну само п простой но п минус 1 естественно уже какое угодно иногда очень сложно устроено так вот так соответственно для любого а по модулю п да а не равно нулю то есть для любого не делящегося на п орд орд а должен быть делителем п минус 1 то есть иметь такой же вид правда в каком смысле такой же но те же ушки в каких-то других степенях а что про степени да все бриты меньше или равны альфа 2 это все что можно пока сказать лемма лемма для любого от и от единицы до r существует гамма и такой что орд гамма и равен q и степени альфа и умножить на дыр 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 то есть ну qi степени альфа и умножить на все остальные шильнягу которые я обозначил за q большая что это означает что для каждого и существует элемент порядка который в разложении на простые множители имеет соответствующие и то и простое в максимальной степени в которой оно как раз входит в п минус 1 формулировка формулировка понятно да формулировка понятно и так надо доказать эту лему доказательства от противного на этот раз от противного от омерзительного от отвратительного это я так себе говорил в пятом классе на уроке каждый раз приходилось с новым учительского докажем от противного от омерзительного самотея сейчас выгоню и так каждый день продолжалось каждый день я придумал какой-нибудь новый как сказать синоним да синоним каждый день я искал Игорь специально отыскал новые синонимы так ну вот давайте от противного доказывать что означает отрицание кто сформулирует отрицание не существует не существует то есть для любого а не делящегося на п ордер а имеет вид куи в степени альфа и минус какое-то положительное там в и да положительное правда ну умножить на что-то там какие-то ку правда все согласны а теперь внимание из этого следует что для любого а не делящегося на п ордер а делит q1 в степени альфа 1 так далее qi минус 1 в степени альфа и минус 1 qi в степени альфа и за вычетом единицы qi плюс 1 в степени альфа и плюс 1 и так далее qr в степени альфа и альфа и что это шняга она содержит вэшки не превосходящие альфа да то есть вот это число делится на порядок ну а здесь соответственно у всех порядке меньше чем альфа и строго меньше Поэтому Q в степени альфа и минус 1 Будучи домножено на все остальные Q в самых больших степенях Является общим кратным всех поголовных порядков Всех поголовных элементов Согласны? Это ровно и есть отрицание к этому Если ни одна не входит в степени альфа и Значит все входят в меньших степенях А тогда все эти меньшие степени просто делят вот это число А что это за число? Это P минус 1 делить на что? На QI То есть все порядки делят P минус 1 делить на QI А тогда для любого А не делишь то есть на P А в степени P минус 1 делить на QI равно 1 По вот этой вот Если мы предположим, что нет ни одного, который входит в максимальной вот этой степени То тогда они все являются делителем одного и того же числа И значит они все в этом числе равны единице Ну и осталось что сделать? Рассмотреть уравнение степени P минус 1 делить на QI Сколько у него корней? P минус 1 Многовато Многовато корней Все, противоречия Иначе слишком много корней у какого-то уравнения Ну тогда что? Тогда давайте возьмем вот эти гаммы Вот Орд Смотрите Орд гамма i Равно QI в степени альфа i Умножить на Q А тогда чему равен Орд гамма i в степени Q? Правильно, QI это идея По Третий По третий Если орд раскладывается на множители, то орд А в Ка 1 равно Ка 2 Значит вот это То есть я прогулялся по полному циклу А тут через кушки шагаю И пришел в ту же смешку раньше То есть орд равен QI в степени альфа i Итак Значит существуют Элементы Тау 1 И так далее Тау r Порядков Q1 в степени альфа 1 Q2 в степени альфа 2 И так далее Qr в степени альфа r Согласны со мной? Согласны? Из четвертой пока не доказаны лемы Следует, что орд их произведения Равен Равен Чему? Пм минус 1 То есть это конструктивно Это как бы Мы еще и конструктивно можем его получить Ну так, условно конструктивно Потому что вот это очень неконструктивное лемо Когда нам дадут вот такого порядка, да, тогда пожалуйста Перемножили и получили Но надо доказать эту лему Поэтому это то, что осталось Осталось доказать эту лему Значит, лема доказывается следующим образом Давайте я здесь сотру Итак, пусть есть два элемента Два остатка У которых порядки взаимно простые Так Пусть Орд А Равен Там К, например Орд В Равен А Но КЛ Равен 1 Тогда Давайте выясним Вот при каких условиях А умножить на В В степени n равно 1 Сейчас мы давайте повыясняем этот вопрос Нам нужно доказать, что Это произойдет только при Первый раз при Каунашнея Правильно? Так Из этого следует, что Амн равно В В степени минус 1 Согласны? Обозначим общее значение этого выражения за с Это некоторая остатка Я хочу понять, чему этот остаток равен А как вы думаете? Ага Сейчас докажем, что С равен 1 Как доказать, что С равен 1? Вот вам есть какой-то элемент Вам нужно сказать, что его порядок равен 1 Ой, фу, я уже проговорился Короче, если мы докажем, что его порядок равен 1 То он сам равен 1, правда? Ни один элемент, кроме 1, не имеет порядок равен 1 Просто по определению Первая его степень не равна 1 Значит, мы должны доказать, что Орд С равен 1 Хорошо, давайте докажем Значит, С в степени К Это что? Это А в Н в степени К Правда? Ну, это то же самое, что А в К Ты в степени Н Не так? А что такое А в К А в К 1 Значит, это 1 в Н, и то есть 1 А С в степени Н что такое? Это В в минус Н и в степени Н Ловкость рук, никакого мошенничества То есть А в Эльтой Ой, В В В Эльтой в степени минус Н А В В Эльтой? Что это? То же 1 То есть 1 минус Н, то есть 1 Отлично! Значит, по первой Лемия Орд С Делит К А также Орд С Делит Эль К и Эль Желательно просты То есть Орд С Делит их не больше, чем делите Иными словами, равен 1 А значит, это все равен 1 Итак Кольца, построенные на А и на Б Не имеют пересечения, кроме единицы Это первое, что мы доказали Вот это вот колечко Лыжня для А И лыжня для Б Устроены как вот такие два кольца На Торе там взять Вот Врождающие гомологии, говоря Гомологии Тора, говоря языком Науки, которую я сам долго не знаю Но пытаюсь узнать Так, значит Итак У нас вот С равно единице Но тогда смотрите Что теперь мы делаем Значит Теперь Делается следующее Что АВН равно 1 И БВН равно 1 Правда? Но Из пункта И Это означает, что Н Делится на Порядок Элементов А Потому что АВН равно 1 Тогда это тогда, когда Н делится на Б Это К Значит Н делится на К Но с другой стороны ВН равно 1 Значит Н делится на Б Ой, на Ель К Ельцами на простые Опять Теперь Зами на простые Что ты будешь делать, а? Значит Что Н Делится на ног Но ног Это К Уножь на Ель Все Доказательство закончилось То есть Если АВ в степени Н Равно 1 То Н делится на К Ну а то, что В степени К Оно равно 1 И так очевидно Потому что АВ в степени К Равно А в степени К В степени Эль Вножь на В степени Эль В степени К То есть 1 в Эль Да еще На 1 в К То есть То, что Ну это Очевидно То есть Не очевидно, что Раньше не будет Это заканчиваем Наши доказательства У меня 5 минут На умножение Дерехтнена Хорошо? Договорились? Сейчас грохну вообще Все, ладно? До сих пор нормально Это все Просто Красивая Трудная теоремка А Вот сейчас Я сразу Грохну Умножение Дерехтнена Умножение Дерехтнена И функция Обращения Мемберуса О, что-то узнали, да? Так, значит Мы будем рассматривать Такие Как бы это сказать Такие Функции Натурального Перемена Мы будем считать Последовательности Просто Давайте Депростоты Пусть они все Соединиться Начинаются Значит 1 И вообще Любые Любые Числа До бесконечности Вот Такая вот Шняга Будет называться А с волной Последовательности Значит Этих самых Целых чисел Да Где на нулевом месте Значит Последовательности Ну фактически Это просто А с волной Это отображение Р З Но я в таком Взрослом понимании То есть С нулем С нулем Ну Я Открою секрет Что Когда вы Из школы Берете в бус Натуральные числа Будут сейчас С нуля Вот Значит Соответственно Это вот Из нож То ноль И так далее В z Вот такие Просто Эти самые Значит Произведение В деревне Называется Вот такая Функция Значит Такая Такая Последовательность Ну Мне нужно Указать Как бы Всего лишь Чему она равна В Наемкой позиции Да Чтобы ее Определить Так вот Она равна Суме По D Делить M А с волной На позиции D Умножить на В с волной На позиции M Делить на D Прикольно Да Еще раз Да Значит Что мы делаем Мы берем Вот такие Две Последовательности Одна Идет 1 A1 A2 А другая 1 B1 B2 И Строим Новую Ну Тут Значит Мы строим По принципу Что мы Для каждой Позиции Суммируем По всем Делителям Вот Такая Вот Вещь Ну Например На позиции 1 Будет Единица Потому что У единицы Один делитель Только единица Поэтому нужно Это умножить На это И все На позиции 2 Что стоит А А Да Получается Да Умножить на B Правильно А умножить На B Вот На позиции 3 Тоже стоит Ой 1 умножить На B Тут А2 Умножить На B2 Потому что Предыдущий Не делитель Значит Ой Сейчас Только О Ё-моё Я сказал Глупость Никакого Нуля Нафиг Ноль Не-не-не В школьном понимании Все В школьном понимании Все начинается На первом месте Один всегда А на остальных Уже что попало Значит А2 А3 Извините Я неправильно Ну а я писал Не буду писать Вот Значит Соответственно А2 А3 В 2 В 3 Здесь А2 В 2 А3 В 3 А вот Например На четвертом Что стоит На втором месте Стоит Сумма Не AL А2 А2 Ой Так На этот раз Ну и дальше Понятно То есть Там где Будет много Делителей Всяких Там будет Много Ислагаемых А где Простой Число Там будет Соответственно АП Плюс ВП И все И вот Получается Такая вот Последовательность Она по определению Равна А с волной Значит Так Задание Надо Доказать Что Множество Всех Последовательностей Является Ну Чем Группой Группой Относительно Не может быть Кольцо Потому что Один Сладывать Не получится Один С раз Группой Относительно Вот этой операции Вот То есть То есть Причем Коммутативной То есть Что это означает Во-первых Порядок Не важно Это наверное Очевидно Из того Что я сейчас Написал А на Ассоциативность Ну Как бы Сказать В принципе Более-менее Очевидно Там сумма По всем Произведениям Д1, D2, D3 Вам Первая Д1 Вторая Д2 Третья Д3 Ассоциативность Тоже верна А вот Обратный Это круто Обратный Если бы здесь Этниц не стоял Обратный бы не получался А вот На первом месте Этниц Из-за этого Получается Возникает Возникает Из последовательного Решения Уравнений И каждый раз Оказывается Что каждый Следующий элемент Он В уравнении Которое его Определяет Он При нем Ничего не стоит Не надо делить Вот Поэтому Всегда существует Обращение Ну и собственно Бонусы Бонус трек Бонус трек Значит Бонус трек Стоит в том Что есть Несколько Последовательностей Которые Очень просто Устроены Например Вот это Единица В этой группе Если ее С кем угодно Сконфотовать Получится Один Дальше А вот это Нифига Не единица Правда Вот это Вот Тождественное Да ID Тождественное Оно не равно Единице Вот это Вот единица Такая Единица О Единица А это Нет Как вы думаете Чему равно ID Минус первый Ну подсказка Название ID Минус первый Это Мю Функция Мю Что такое Функция Мю Мю Функция Мю Мю Это Вот Что Это Которая Мю От От Значит Единица Равно 1 Мю От Произведения Простых Различных Равно Минус 1 В степени R То есть Коничество Простых Считывается Плюс Или минус Единица Если нечетно Это минус Единица Если четно Это Единица И Мю От Несвободного От Квадратов Как думаете Конечно Это Важнейшая Функция В Арифметике Функция Меркурса Она Является Обратной Обратной Как раз К Вот Этой Штуке Вот Ну а Значит Вот Это Выражение Которое Вы часто Писали Да Вот Такое Выражение Для Какой Нибудь Там Функции Освобной Да Как И вот Сформулировать Что это Такая В Новый Дел Это Айди На Освобной Правильно Совершенно Верно Ну и Наконец Наконец Фи Функции Элера Каким Замечательным Свойством Обладает Вот эти Которые На каждом Месте Количество Зависит Простых Фи Умножить На что На Найди Довольно Сумма Равна Н с волной Где Н с волной Это Это Один Два Три Четыре И так далее Да Кстати Я сказал Айди Надо было Не Айди Назвать Вот это Айди Правда Функция Которая Каждому Дает Себя Смолок А это Тождественные Единицы Но Его надо Как-то Отличить От Вот этой Единицы Ну Ладно На самом деле Вы понимаете Что Один Как С Вот Это Просто Единички Ну Вот На самом деле Очень много Утверждений Арифметики На этом языке Обращается На этом я Завершаю До новых встреч Всем Маткульт Пока Вопрос Да Какие вопросы Есть Может Есть Все Я пошел На фокусы А фиг знает Честно говоря В сентябре Случайно возникло Когда я понял Что Из Екатеринбурга Перестал Летать Этот самый Севен Мне надо До конца года Добрать 20 перелетов Наши Мне опять Надо ждать В очередях В очередях Нужно ждать А довольно много В этом году Посетил городок Куда С-7 Не летает Из-за этого Перелетов-то было Около 50 Но 20 в С-7 Он не набирается Мне нужно Набрать А из Екатеринбурга Летает Ну я увидел И сразу Что надо Просто пишут И еще Нарада Стройгородскому Который Всегда говорит Что ты там Шатаешься Ну я надеюсь Что это вырежет Во всем Ведешь У всяких Не очень Зачем Ты приезжай Слишком простые вещи Ну в общем Короче Всегда Когда я говорю Что я на Урал Он всегда говорит Ты 31 Поедешь или нет Вы сразу Поедешь или нет Вот В общем вот так Давайте Удачи вам Хорошего года Удачи вам Да, можешь меня фотографировать. А что, он салки пропадал? Да. Давай-давай-давай-давай! Давай-давай-давай-давай-давай! Осторожно! Давай-давай, просто справлям. Тебя удали! Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok Дима Тorzok 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 Дима Тorzok